И я приду к тебе на лыжах, со мной придет весна, ты слышишь, как пьется, вьется твое сердечко, возьми и с собой чуть-чуть любви. И Сергей Устюгов под первым номером, лидер квалификации, уверенно проходил он все свои стадии до этого финала, смог сюда протиснуться и Мартин Сюнбе. Сергей Устюгов выигрывает стартовую прямую, Финхаген Крок держится за россиянином, даже тут навязывает борьбу на этом небольшом подъемчике. Включается Сергей Устюгов, явно увеличивает он скорость в этом забеге, Финхаген Крок отвечает, не сдается норвежец. Федерико Пеллегрино, нужно ему выдерживать данные скорости, он конечно силен именно в финишном спорте. Сергей Устюгов за счет прямой смог создать себе преимущество и пошел подъем, включение вновь от Сергея Устюгова. Активизируется Федерико Пеллегрино, но там по-моему было падение небольшое, зацепились по-моему лыжами норвежец и итальянец, но Финхаген Крок остался вторым. Да, отрывается Сергей Устюгов, ну и тут спокойненько работает Матин Сюнбе, у него конечно не сильный финиш, скорее всего на четвертой позиции останется. Люкашинова тоже отваливается, видим как и Алекс Харви уже давненько отвалились. На вторую-третью позицию будет борьба между двумя норвежцами итальянец, но конечно итальянец здесь предпочтительней смотрится. Проходят здесь одни бугристую прямую, Сергей Устюгов за явным преимуществом, работает на первой позиции, тут ему можно уже особо и не включаться. Но вот борьба за вторую позицию, Федерико Пелегрино вышел на второе место, за ним Финхаген Крок, Мартин Юнсу Цуньбе, ну здесь он скорее всего статист. Сергей Устюгов выигрывает эту гонку, Федерико Пелегрино становится вторым, Финхаген Крок третий. И на четвертой позиции финиширует Мартин Юнсу Цуньбе. Люкашинова стал пятым и Алекс Харви шестой. Ну что ж, какого-то яркого спорта финишного мы наверное не увидели, все-таки по дистанции смог развалить темпом высоким своих соперников Сергей Устюгов. Приветствую любителей лыжных гонок, продолжаем обозревать события лыжной многодневки 2017 года Турдоски и второй соревновательный 10 километров мужчины классика. Это гонка с общего старта, место проведения Вальмустаир, Швейцария. Итак, 80 спортсменов уже убежали у нас на дистанцию. Ну и смотрите, темп довольно высокий, сейчас к третьему километру. Группа у нас начинает растягиваться, но впереди Цуньбе Устюгов, Хелнер, Колония, Тенце здесь же и Версон. Так, пройдено 7,5 километров. Сергей Устюгов здесь выходит на первую позицию. За ним Маркус Хелнер. Справа от него, по правую руку от Сергея Устюгова, Дарьо Колония, за ним Андрей Ларьков. Но такое ощущение, начинается образовываться такой отрыв Цуньбе и Сергея Устюгова, и Дарьо Колония на третьей позиции. И видим все-таки, три спортсмена сейчас пытаются отрываться, но там позади Маркус Хелнер. Будет ли он закрывать просвет? Ну нет, все-таки видим, что попытка отрыва не удалась, но группа растянулась. Так, смотрим, кто у нас здесь в группе остался. Сергей Устюгов и Андрей Ларьков. Бессмертных, видимо, вновь отвалился. Ну и пошел раскатывать Сергей Устюгов. Включение в эту гору. Слева там, по-моему, запинаясь, работает Дарьо Колония. Не особо хорошо у него это получается сделать. Ну и за счет подъема удалось создать преимущество Сергею Устюгову, но Мартин Судьбу держится. Дальше небольшой просвет и на третьей позиции Дедриктенце, 24 номер. И уже спортсмены выкатываются на финишную прямую. Есть просвет у Сергея Устюгова. Я думаю, эту гонку он не отдаст своим соперникам. Позади три норвежца. Мартин Судьбе на второй позиции. Дальше там за ним Дедриктенцит на третьем месте. И четвертым становится Шурёте. А пятым видим Дарьо Колония. Хейкинин шестой, Хелнер седьмой. Харви Нисканин здесь же. Что ж, Сергей Устюгов вторую победу одерживает на этом турдоске. Так, видим, сейчас у нас на первой позиции работает Мартин Судьбе. Отрезок 17 километров 500 метров. Судьбе Колония Хелнер. Устюгов на четвертой позиции. Гояр, где же борются Риоте, Харви, Манифика, Кременполис, Дюрхаук, Нотс, Эйкинин, Тюнцет. Вот посмотрим, за счет подъема можно попытаться ближе к лидерам подобраться. Где там Сергей Устюгов? Все-таки пока еще позади. Алекс Харви. И вот по дальней бровке активизируется Сергей Устюгов. Понимает, что нужно уже улучшать свое местоположение относительно своих соперников. Мощно он здесь включается, отрабатывает этот подъем. И Судьбе Колония. И Устюгов выходит на третью позицию. Отлично удалось ему выскользнуть там из-за большого количества спортсменов. И даже образовался отрыв трех спортсменов. Вот остального пилотона. Сейчас у нас за победу борются Мартин Сюньбю, норвежец, швейцарец Дарио Колония и россиянин Сергей Устюгов. И спортсмены уже выкатываются на финиш. Финиш на прямая. Сергей Устюгов. Нужно включаться. Дарио Колония. Мартин Сюньбю. Ну и включение в исполнении Сергея Устюгова. И он одерживает победу. Мартин Сюньбю становится вторым. Дарио Колония третий. Алекс Харви там на четвертой позиции. Видим, финиширует. Хелмер пятый. Крюгер шестой. Кейки Нена седьмой. Манифика. Гояр. Ну что ж, разобрался здесь Сергей Устюгов со своими соперниками. Нашел он все-таки участок трассы, где можно было включиться и прорваться среди соперников своих. Пробиться к лидерам. И дальше уже разобрался на финише. Отличная гонка в исполнении Сергея Устюгова. Приветствую всех любителей лыжных гонок. Сегодня с вами продолжаем смотреть за четвертым днем лыжной многодневки Тур-Доски 2017 года. И сейчас ждем старта мужского забега на 15 километров. Гонка-предследование, где с первой позиции убежит на дистанцию Сергей Устюгов. Место проведения Германии Оберсдорф. Два с половиной километра длина круга. И, соответственно, шесть кругов предстоит пройти спортсменам. Так, видим, стартует Сергей Устюгов и наша гонка начинается. Тоже интересно относительно лидера, как передвигаются по трассе соперники. Сергей Устюгов и за ним ведет по огоню Мартин Йонс Рудсунбе. Несколько секунд он отыгрывает на километре. Но из этого ракурса кажется, что норвежец еще приблизился к россиянину. Сергей Устюгов. Отрезок 6.9. Смотрим, что там сегодня у нас. Смог ли он еще больше приблизиться к россиянину. И да, кстати, смотрите, получается у него это сделать. 18 секунд. Но Сергею важно сейчас, я думаю, идти в своем темпе. И дальше уже. За последний круг можно сразу же очень много отыграть у соперника. Но хотя это уже четвертый день, нужно тоже экономить силы для следующих сражений. Так что, я думаю, тут по самочувствию будет действовать Сергей Устюгов. Если будут силы, то он, конечно, еще добавит. Итак, отрядок 7. С половиной километров экватор этой гонки. Три круга пройдено, еще три остается. Семь бьем. Еще немножко приблизился. 17.3. И вот здесь борьба за третье место. Интересно, довольно. Алекс Харви сможет ли удержаться за Дарьо Колони? Если сможет, то я бы больше поставил на Алекса Харви в этой паре. Минута 0.3. Они тоже довольно сильно прибавили относительно Устюгова. Здесь у нас один из норвежцев. Кто это у нас? Восьмой номер. Семенг Хекстед Крюгер. Пытается убежать от остальных лыжников. У него сейчас отставание минуты 49. Здесь тоже они добавили относительно Сергея Манифика. Тюансет Хейкинен. Три километра остается до финиша. Так, смотрим. Идут секунды. 11-12 секунд уже отставание. 15-16, 18-19. Смотрите, все-таки Устюгов начинает добавлять относительно Сюньбию. 20, почти 21 секунда отставания норвежца. Ну что ж, как я и ожидал, что если самочувствие будет у Сергея Устюгова, то он будет добавлять на последних километрах. Ну вот здесь Дарьо Колони и Алекс Харви. Книжные отрезки дистанции Устюгов. Показывают, что уже 33 секунды относительно Сюньбио. Да, надо тогда добавлять. Надо подсказывать Сергею Устюгову, что капнул, очевидно, Мартин Сюньбио. Сейчас, если на подъеме Харви сможет удержаться за Швейцарцем, то у него все шансы будут занять третье место. Да, и вот показывают нам последний отрезок дистанции перед финишем. И там где-то позади Мартин Сюньбио видно, что отстает норвежец. И Устюгов наращивает свое преимущество. Это не может не радовать. И насколько я заметил, что у Алекса Харви чуть лучше катят лыжи, поэтому попроще держаться за Дарьо. Так, тут нам не показали, как у отставания Мартин Сюньбио. А тем временем Сергей Устюгов уже выкатывается на финишную прямую. Явно он здесь победит. Еще и отрабатывает финиш. Есть силы, отлично. Нужно, конечно, как можно больше секунд провести своим соперникам перед следующим этапом. Итак, финиширует Сергей Устюгов. Отдерживает победу в гонке. Четвертая победа подряд у него. Но важно, что там. Мартин Сюньбио покажет. И Дарьо Колония против Алекса Харви. Харви держится. Да, не может убежать швейцарец от канадца. И вот сейчас важно, как отработают лыжи у швейцарца и канадца на этом спуске. Смотрим за финишом Мартина Сюньбио. Я надеюсь, нам покажут отставание. Видимо, что-то случилось с графикой. А, вот, 37 секунд. Смотрите, насколько сильно Сергей Устюгов добавил на финишном круге. Я это предполагал. Видно было, что есть запас у Сергея Устюгова. И он экономился специально перед финишным кругом. Ну и вот борьба. Да, тут Алекс Харви хорош. Естественно, он здесь выкатывается первым на финишную прямую. Но Дарьо Колония составляет ему конкуренцию. Но нет. Алекс Харви одерживает верх над швейцарцем. Становится третьим. Минута 0.8 отставания. Колония минута 0.9. Четвертая позиция за швейцарцем. И вот на снегу Сергей Устюгов отлично провел эту гонку. На старте Сергей Устюгов выигрывал у Мартина Суньбу 30 секунд. Сейчас 37. И плюс добавится то, что несколько секунд за победу. И дальше смотрите, как мощно отрабатывает Мати Хейкинен. Убегает он от своих соперников в борьбе за 5 место. Классно сейчас финиш провел финский спортсмен. Дальше видим Хелнер, Тюнсет. Тут фотофиниш ожидается у нас. Крюгер восьмой в итоге. Не сдюжил на финише Семен Крюгер и Манифика. Итак, что у нас по зачету? После четырех гонок. Мартин Суньбу. Он приехал вторым и проиграл 37 секунд. Теперь проигрывает 42 секунды. Алекс Харви на третьей позиции. Минута 18. Дарью, колония, минута 24. Продолжаем смотреть за пятым днем лыжной многодневки Тортоски 2017 года. И на сей раз мужская индивидуальная гонка на 10 километров свободным стилем передвижения. 44 лыжника заявлено на эту гонку. Это Тоблах, Италия. И под восьмым номером сейчас должен убежать на дистанцию российский спортсмен Андрей Ларьков. Сразу же за ним Андрей Миличенко. Александр, бессмертный россиянин под 14 номером. Бежит на дистанцию. Ну и вот он Сергей Устюгов. 8 побед на Кубке мира. Уходит он на дистанцию. И будем, конечно же, сейчас внимательно следить за противостоянием за секундами Мартина Сунду и Сергея Устюгова. Пенцет, отрезок 6.6. Париса он обходит. Но Парис, смотрите, неплохо. Француз держится. Смотрите, удается ему это сделать. На 2,1 секунды француз обходит итальянца. Итак, Симен Хексетт Крюгер. Четвертая позиция на разгоне. 3 секунды он проигрывает. Манифика. Так, Ермил Вокуев. Дарьо Колония пролетел. И Вокуев. Пятая позиция. 6.5. Неплохо. Пока у нас получается время француза, Манифика служит ориентиром для позади бегущих. Здесь Сунду проигрывает 3.3. Пятую позицию занимает, подвигая Ермил Вокуева на шестое место. Но явно сейчас упала скорость у Милинченко. Больше 30 секунд он будет проигрывать лидеру. Но временем Торн в 8.4, значит Милинченко примерно 38 секунд проигрывает Парису. Сергей Устюгов, отрезок 2.1. И смотрите, на 7 секунд он обходит Манифика. Отличный разгон. Посмотрите, тут борьба с Парисом, но француза-норвежец обходит всего лишь на 2.4 секунды. Манифика неплохо идет сейчас дистанцию. 25 секунд еще до результата Тенцета. Ну что ж, накатит ли на финиш Швейцарец? Только сейчас он выкатывается на финишную прямую. Там позади промелькнул и ушел на следующий круг Ермил Вокуев. Итак, финиш от Дарио Колони. 5 секунд остается до результата Тенцета. И все-таки чуть-чуть проиграет Швейцарец. 70 секунды. Вторая позиция. И Парис. Парис на третьем месте. Сейчас. Но основные лидеры позади. Смотрите, Крюгер. Второе место. 64 от Манифика. И вот Мартин Сюнбю. Смотрите-ка, время 18.6. Всего лишь 11 место у Мартина Сюнбю. И так и сильно сейчас норвежец идет по дистанции. И посмотрим, что там Сергей Устюгов. Сергей Устюгов по дистанции приближается к Хоффману. Так, относительно Манифика чуть упал. У него скорость 3.8. Но все равно первый пока Сергей Устюгов. Остается, получается, у нас 3 километра и 400 метров до финиша. Так, Жан-Мар Гояр на финише. Отставание у него будет около 15 секунд. Шестое место. Хэйкинин первый здесь. Так, вот он один из лидеров в этой гонке. Марис Манифика. Большое пока преимущество у него относительно Мати Хэйкинина. Ну, естественно, Финна он превзойдет. Так, смотрим, 30 секунд остается до результата Хэйкинина. Тут у нас еще финиширует Петр Седов. Так, Марис Манифика. 16.9. Он выигрывает у Хэйкинина. Занимает первое место. Проигрывает Манифика. А вот именно Хэйкинина. Интересно, проиграет ли норвежец. 10 секунд остается до результата Хэйкинина. Так, Семен Крюгер. Совсем чуть-чуть. И все-таки выигрывает. Крюгер у Хэйкинина, занимая второе место. 70 секунды всего лишь, но выложился. Вот Мартина нам показывают. 6 секунд уже до Манифика. У него проигрывает даже колония Гайяру. Да, совсем неудачная гонка в исполнении норвежца. Он тут даже практически бессмертных проиграл. 36 секунд отставания Мартина Сюнбер. Серьезный. И вот Сергей Устюгов. Борьба за победу между Манифика и Устюговым. 13 секунд остается. Сергей Устюгов на финишной прямой. 10 секунд. 9. 8. Обойдет ли он Манифика? 5 секунд. Очень мощный финиш в исполнении Сергея Устюгова. 2 секунды. 1 секунда. И... 4 десятые секунды. И Сергей Устюгов одерживает пятую победу подряд. Но отметим все-таки Манифика. Отлично он шел по дистанции. Приближался к Сергею Устюгову. Сергей Устюгов очень мощно начал данную гонку. На триске 2.1 было 7 секунд от Манифика. Дальше отрезок 6.6. Отставание сократилось до 3.8 секунды. И вот здесь небольшие крохи. Устюгов все-таки додержал. Итак, что у нас в итоге получается? Результаты этой гонки. Сергей Устюгов одержал победу. Морис Манифика на 2 позиции. Симмон Хексет Крюгер стал третьим. Матти Хейкинин 4 позиция. Маркус Хелленер 5. Дедрек Тенцет 6. Дарио Колонии 7. Клемент Парис 8. Франческо Дефобиани 9. Жан-Мар Гояр замыкая десятку. Алид Харви 11. Приветствую всех любителей лыжных гонок. Итак, сегодня с вами посмотрим за мужской гонкой на дистанции 15 километров. Классика, проходящий в рамках турдоски 2017 года. Место проведения Италии в Вальде Фиеми. 42 участника заявлено на этот старт. Круг длиной 2,5 километра и 6 кругов, соответственно, предстоит пройти спортсменам. Перепад высот на круге 44 метра и набор высоты 96 метров. Итак, стартовые протоколы на ваших экранах. Ну, сейчас, конечно, оглашу, кто у нас на первой позиции. С первым номером стартует Сергей Устюгов. Напомню, это Мастарт, гонка с общего старта. Сергей Устюгов является лидером после пяти соревновательных дней. Во всех гонках он одержал победу. Где-то с уверенным преимуществом, где-то буквально на несколько десятых секунд смог обойти своих соперников. Основную конкуренцию Устюгову составляет норвежец Мартин Йонс Рудсуньбю. Сегодня он под вторым номером. Его отставание в турнированной таблице минута 34. Сейчас виден с первых метров дистанции. Неплохо отстартовался Сергей Устюгов. Работает он на первой позиции. Справа от него норвежец Мартин Суньбю. И видим уже первые завалы. Упал также один из россиян. 32 номер. Это Петр Седов. А перед ним упал американец Эрик Бьернсен. На этой части трассы также падали женщины, поэтому неудивительно. Тем более у мужчин скорости повыше на спуске. Промежуточный финиш. И неплохо отрабатывает Алекс Харви в этот подъем. Устюгов чуть ушел в тень. Да, Устюгов видим, что не дергается. Сразу очень большое количество позиций. Россия не теряет. Харви первый здесь. Тюнцет, Хелнер, Суньбю. Вот он, долгожданный экватор гонки. 7,5 километров. Еще три круга предстоит пройти спортсменам. И здесь Устюгов отмечается первым. Дальше Суньбю. Колония. Бессмертных на четвертой позиции. Ларьков. Тюнцет. Ну а здесь подоспел новый отрезок дистанции, где распределяют бонусные баллы. Сергей Устюгов особо не торопится. Но Бессмертных здесь сражается. Он не дает Мартину Суньбю заработать большое количество баллов. Получается, Бессмертных колоний здесь и Суньбю только третий. Дюрхау в четвертой. Ларьков. Хейкинен. Холлун. Устюгов на восьмой позиции. Ну и вот, три россиянина впереди. Десять километров пройденной дистанции. Сергей Устюгов на первой позиции. Дальше Бессмертных. Ларьков. Колония. Дюрхаук. Холлун. И Суньбю только на седьмой пока позиции. Отставание у него 3,6 секунды. Вот смотрите, на выкате. Не приближаются соперники к Устюгову, хотя он на первой позиции находится. И, казалось бы, должны накатывать. Но это работа инвентаря. Ну что ж, отрезок 12,5 километров. Два с половиной километра. Последний круг остается до финиша. Сергей Устюгов переходит на попеременный ход. А Мартин Суньбю дабл полингом. Продолжает работать. Ну, здесь, конечно, уже противоизна более серьезно. И тоже приходится вбегать в этот подъем. Мартин Суньбю явно пошел в затяжной финиш. Дарья у Колонии. И Сергей Устюгов устремляется за норвежца. Разваливается группа. Так как скорости явно возросли. Ну что ж, Мартин Суньбю взвинтил скорости, создал отрыв. Сейчас у нас на второй позиции нужно сокращать это отставание Сергею Устюгову. Но уже можно говорить, что даже если Сергей Устюгов отстанет, то ненамного. Россиянин продолжает бороться за призовые позиции. Но отмечу, что Мартин Суньбю все равно постепенно, по чуть-чуть отрывается. Сейчас у нас остается последний серьезный такой подъем. Дальше уже спуск и финиш на прямая. Позади Сергей Устюгов. Там также, по-моему, бессмертных. Дарил Колония. Преградил путь Матти Хейкинену. Тут возможные штрафные санкции за это. Суньбю оглядывается. Мы видим, как хорошо работает надержание лыжи у Мартина Суньбю. На параллельных лыжах он вновь здесь сбегает. Сергею Устюгову приходится выходить из лыжни. Но погоня продолжается. Смотрите, Хейкинен выходит на третью позицию. Вот его там и Дарил Колония поддавил. Но все-таки удалось финскому спортсмену выйти ближе к лидерам. И вот уже финиш на прямая. Видим хороший запас у Мартина Суньбю. И в этой гонке он одерживает победу. И там борьба за вторую позицию. Сергей Устюгов должен тут выгрызти второе место. Да, он становится вторым. Матти Хейкинен, третий. Ларьков четвертый. Тут Де Фабиани еще появился. Фотофиниш Бессмертных рядом. Колония, Холлун. Так, и точные результаты. Кто же у нас в первой тройке? Это Суньбю, Устюгов, Хейкинен. Дальше Франческо Де Фабиани. Ларьков. Николас Дюрхаук, Дарио Колония, Александр Бессмертных на восьмой позиции. Ханс Кристор Холлун девятый. Приветствую всех любителей лжных гонок. Сейчас с вами посмотрим за финальной гонкой Турдоски 2017 у мужчин. Это седьмой соревновательный день и восхождение на Альпе де Чермис. Дистанция 9 километров. Набор высоты 495 метров, где последние 3 километра... За 3 километра, вернее, до финиша начнется тяжеленный подъем. Сергей Устюгов стартует с первого места. В минуте 12 от него убежит на дистанцию Мартин Йонс Руд Суньбю. Мартин за счет предыдущего дня смог приблизиться к россиянину. И поэтому минута 12 для Суньбю. В принципе, рабочие моменты. Посмотрим, сможет ли он приблизиться к россиянину. Дальше. По третьим номерам убежит на дистанцию Дарио Колония. У него отставание 2.04. И вот интересно, что дальше от швейцарца Матти Хейкинин и Морис Манифика. Их отставание около 30 секунд. А сейчас видим, на дистанцию входит россиянин Сергей Устюгов. Пожелаем ему удачи. Так вот, что касается Матти Хейкинина и Мориса Манифика. Им будет попроще, они будут работать в паре. И посмотрим, смогут ли они подойти к швейцарцу. Что касается остальных россиян. Под 18 номером убежит на дистанцию Александр Бессмертных. У него отставание 5 минут и 44 секунды от Сергея Устюгова. И кто первый окажется на финише, тот и выигрывает всю лыжную многодневку. Напомню, что первые 5 соревновательных дней победу одержал Сергей Устюгов. В шестой день Мартин Суньбюс смог обойти все-таки россиянина. И немножко приблизиться. Минута 12, напомню, было между ними на старте. И вот смотрите, здесь Алекс Харви смог сразу же приблизиться к французу Манифика и Фину Хейкинину. Вот это интересно. Пока Сергей выглядит очень уверенно. Мощные проталкивания. Ну и наклон не такой большой. Всего лишь 12%. Конечно, в габаритах Суньбю имеет преимущество. Более сбитый такой спортсмен. Как раз для восхождения. Сергей Устюгов более такого силового плана. Более габаритный. Так, смотрим за результатом норвежца. Но онлайн графика не врет. Да, около минуты 14 сейчас. Даже минута 15. Чуть отпускает Суньбюс стюгова. Хейкинин, Манифика и Харви работают втроем. Против одного Даррио колонии. Вот, Швейцарис появляется. Здесь нам показывает, что группа находится то ли в 6, то ли в 10 секундах. Сейчас точно узнаем. И смотрите, не так и далеко. Реально, они где-то близко находятся. Секунд 10. Так, колонне 2 минуты 0,9. Чуть медленнее он тоже здесь прошел, чем Устюгов. Вот три выжника. Сражаются. Так, 2.23. 2.24, будем так считать. 15 секунд доход Даррио. Посмотрим, что Суньбюс немножко добавил. Минута 0,6 и 7. Начинает постепенно отыгрывать. Но самые серьезные уклоны будут дальше. Так, здесь у нас Хейкинин уже прошли. Так, получается, Даррио Колонне примерно в 13 секундах находится тройка преследователей. Здесь у нас Серпантин пошел. Можно немножко перевести дыхание. Видим, тяжело Устюгову, но продвижение идет. И вот в борьбе за третье место Даррио Колонне Хейкинин. Вот нам показывают 18 секунд. То есть, получается, Даррио немножко добавил, если верить онлайн графике. А позади Хейкинин тащит из собой Манифика и Алекса Харви. Лично получается довольно корявенько, но... Главное, что техника все-таки сохраняется. Раскачивается, но продвижение есть. Посмотрим, как будет выглядеть Суньби. Так, Устюгов. Хорошо, отрезок 8.1. Ну, видим, Суньби более собранная такая техника. Более эффективная. Короткие четкие движения. Ну и видим 54 секунды. Но не так стремительно сокращает. Несколько секунд это, скажем так, ни о чем. Еще 54 секунды отыгрывать. Алекс Харви, смотрим, отвалился. Не сдюжил канадец данный темп. И преследовать швейцарца. Получается, у нас будут Хейкинин и Манифика. Но как-то тяжеловато они смотрятся. Вот на этом отрезке дистанции интересно понаблюдать за техникой Дарьи у колонии и его преследователей. Там еще Маркус Хелнер начинает доставать и Алекса Харви позади. Совсем не получается Хейкинину работать плечевым поясом. И Манифика. Манифика пока справляется. Пытается обойти Фина. Ну и Хелнер, скорее всего, сможет обойти и Алекса Харви и приблизиться к Хейкинину. Потому что совсем плохо смотрится сейчас Мати Хейкинин. Итак, Манифика от колонии в 15 секундах. Ну что ж, возможно, Морис поборется с Дарио. Там не такие серьезные подъемы. Но видим, что Устюга справляется с этой гонкой. Вот здесь смотрите, что происходит. К Дарио колонии приближается Морис Манифика. Хейкинину пытается приблизиться Маркус Хелнер. Ну что ж, Манифика. В непосредственной близости от швейцарца. Вот это будет интересная борьба за третью позицию. Ну и там Маркус Хелнер. Ему нужно хотя бы сейчас достать финского лыжника. Так, смотрим, что у нас с Суньбю. И смотрите, минута 0-2. Сейчас хуже этот отрезок дистанции прошел норвежец, что довольно удивительно. Но нет таких энергичных движений. И вот Сергей Устюгав. Сейчас уже попроще, градиент менее сложный. И вот видим российские флаги. Живой коридор. Все как любит Сергей Устюгов. Ну здесь уже, я думаю, дотерпит россиянин. Видим под каждый шаг. Сейчас переходит Мартин Суньбю, но уже поздно. И вот смотрите, что происходит. Пытается Морис Манифика обойти. Дарьо Колония, ну Дарьо Колония непрост. Он тоже ускорился, не дал себя обогнать. Это, конечно, психологически очень сильно влияет. Когда ты вроде пытаешься обгонять, и тут соперник тоже увеличивает скорости. Ну а здесь на финише встречаем Сергея Устюгова. Прекрасно он лыжную многодневку провел. Пять побед. Ну и заслуженно первое место. По итогам всей лыжной многодневки видим российский флаг. Конечно, он брать его и не будет. Но неимоверно уже накопилось усталости в мышцах российского лыжника. Ну что ж, поздравляем Сергея Устюгова. Это заслуженная победа. И он вписывает себя в историю Тор-Доски как победитель 2017 года. Что происходит? Дарьо Колония. Тор-Доски начинает уже убегать от Мариса Манифика. Ну что ж, Дарьо. Он хорош в затяжном финише, что сейчас и демонстрирует. Неуступчивый спортсмен. Здесь пока на финише видим Мартина Сюнбюа. В любом случае, тоже его поздравляем со вторым местом. Видимо, уже Сергей Устюгов пришел в себя и встречает своих соперников на финише. Мартин Сюнбю, второй в 2017 году на Тор-Доске. Ну и там, смотрите, в борьбе за третью позицию, Дарьо Колония все-таки удержал третье место и становится, соответственно, бронзовым призером Тор-Доски 2017 года. Марис Манифика тоже ему скажем большое спасибо за борьбу, но только четвертая позиция. Смотрите, Хейкинен тоже сильно не отстал. Мать и Хейкинен, пятое место. Видим, все лежат без сил. Максимально выложились на дистанции. Такое ощущение, что Сергей Устюгов даже меньше устал, чем Мартин Сюнбюа. И дальше видим Маркус Хелнер. Что касается Маркуса Хелнера, он, кстати, стартовал, проигрывая 2 минуты 54 секунды, и сейчас он сократил свое отставание до 2 минут и 6 секунд. Что касается у нас результатов этой лыжной многодневки, в общем зачете, как вы поняли, победил Сергей Устюгов, Мартин Сюнбю стал вторым, Дарьо Колония третьим. В спринтерском зачете Сергей Устюгов также первый, Мартин Сюнбю второй, Алекс Харви третий. Итак, Александр Бессмертных в итоге финишировал 13-м, Андрей Ларьков 22-й. Вот как раз, по-моему, его нам показывают. Далее Андрей Мельченко финиширует 27-м, Петр Седов 29-й. И Ермел Вокуев на 36-м месте будет по итогам этого турдоски. А вот нашел результаты, кто в итоге-то победил у нас в гору, если считать по чистому времени, здесь победу одержал Морис. Манифика Мати Хэкинин, что удивительно, второй? Ну, хотя не совсем удивительно, так как они вместе там работали и отыгрывали. Канскристер Холм третий. Элнер четвертый. Бессмертных шестой. По чистому времени ударил Колония пятый. Ну и вот интервью Сергея Устегола. Ты чемпион турдоски, лидировал весь тур, и как вообще твои... На самом деле, сейчас нет никаких эмоций. В голове не приходят никаких мыслей. Этот тур я выиграл не только ради себя, но и ради ребят, которые распространили. Парни, у нас получилось. Спасибо всем, кто болел. Вся Россия болела за меня. Хочу большой привет передать своей спортивной школе поселка Междуреченского. Сушору по 5-й лунному своему личному тренеру. Он еще один твердый человек. На этом я, соответственно, завершаю трансляцию. Еще раз всем большое спасибо за внимание, за то, что проставляли лайки, подписывались на канал, я надеюсь, если еще не были подписаны. Ну что ж, вот так завершился лыжный... Лыжное многодневка турдоски 2017 года. И вот итоговые результаты на ваших экранах. На этом все. Всем лыжи и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!